И к хорошим новостям. Завтра пятница, а значит пора готовиться к насыщенным выходным. Развлечений и зрелищ будет предостаточно. Вы даже можете выиграть приз от седьмого канала. Подробности, куда и во сколько идти за эмоциями, расскажет Ксения Гречихина в рубрике «Афиша». Все красиво. Есть на что посмотреть на животных и на природу. День рождения, чем не развлечение на выходные. Тем более, что праздновать его будет Роев ручей. Парк флоры и фауны приглашает красноярцев вместе отметить свое 24-летие. Гостей ждет насыщенная программа, экскурсии, театральные постановки, шоу мыльных пузырей и танцевальные выступления. А на аллеях парка можно будет встретить оживший куст и человека-невидимку. Также гостям обещают тихий кинотеатр, квесты и ярмарку призов. И это только малая часть праздника. Добраться до зоопарка можно будет на бесплатных шаттлах. Курсировать они будут от парковки Платинум-Арена до остановки Роев ручей каждые 30 минут. Праздничная программа начнется в субботу в 11.30. Раздает подарки и седьмой канал. Мы свое 25-летие отметили, но поток щедрот не иссякает. В этот раз встречу со зрителями и подписчиками устраиваем на набережной, где проходит летний городской фестиваль «Яркие берега». Вас ждут гигантские твистеры, дженго, мастер-классы, спортивные соревнования и выступления кавер-группы. Все, крутим барабан и достаем первый номер. Уже традиционно среди гостей площадки мы проведем розыгрыш. На этот раз победители получат поездку на базу отдыха «Бузим» всей семьей или колонный вентилятор. А главное, что мы будем дарить вам позитивные эмоции. Начнет свою работу площадка в воскресенье в 12.00. Определиться с решением главной героини новой американской мелодрамы предстоит уже в субботу. Фильм о несчастном браке, в котором женщина с тяжелым прошлым вынуждена терпеть поведение мужа-тирана, но внезапно встречает свою первую любовь и встает перед выбором, с кем продолжит свою жизнь. Чем разрешится дилемма, узнаете в кинотеатре «Луч» 17-го числа. Главную роль фильма исполняет актриса Блэйк Лавли, известная по фильмам Аннабели «Город воров». Ну и про спорт тоже не забываем. Очередной матч в это воскресенье проведет футбольный Енисей. Наша команда встретится с командой «Сочи». Гость из Черного моря несколько лет провели в высшем дивизионе российского футбола. А в его составе есть игроки, принимавшие этим летом участие в чемпионате Европы. Наши же футболисты возвращаются домой после успешного матча во Владикавказе. Там они одержали победу на Долане, прерывав серию с трех поражений. Сочинцы в трех последних матчах проиграли лишь один раз. И сейчас находятся на девятой строчке турнирной таблицы, опережая Енисей лишь на одно очко. Перед предстоящим матчем разрыв между командами составляет три строчки. В случае домашней победы Енисей может подняться в зону стыковых матчей. Поэтому нашей команде очень нужна поддержка. Личные встречи между клубами на протяжении многих лет явного фаворита не выявили. Кто продолжит свою победную серию или матч завершится ничьей, узнаем 18 августа в 14.00 на Центральном стадионе. Ксения Гречихина, 7 канал.